На этой неделе в некоторых средствах массовой информации обсуждалась также возможность сотрудничества Государственной Думы с Американским Конгрессом в деле борьбы с коррупцией. Поводом к этому послужила короткая встреча между депутатом Николаем Ковалевым и американским сенатором Кардином в Вене на полях Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе. Обратившись к Ковалеву, сенатор Кардин, кстати, один из авторов закона Магнитского, предложил такое сотрудничество. Никаких договоренностей, однако, достигнуто не было и, полагаю, не будет. Уж во всяком случае с сенатором Кардином. Ведь закон Магнитского, автором которого он является, не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией, а является инструментом прямого давления на Россию. И с его авторами мы вряд ли можем иметь дело. Кроме того, и это может быть даже важнее, наш исторический опыт показывает, что Соединенные Штаты активно участвовали в налаживании механизмов коррупции в России, но никак не в борьбе с этим злом. По страницам недавней истории прошелся Владимир Рудаков. Сейчас об этом как-то не принято вспоминать, но многие коррупционные схемы в 90-е годы пришли в нашу страну именно с Запада. В только что сбросившей цепи коммунизма России о наличии некоторых таких схем бывшие сов-граждане часто даже и не подозревали. Ну что у нас там, бензин умели разбавлять, приехали в Соединенные Штаты Америки и все. А вот эти все многоходовые комбинации финансового характера, фальшивая авиза и многое-многое другое, пришло из негативного опыта Соединенных Штатов Америки. Коррупция играла на руку американским советникам, наводнившим кабинеты либеральных реформаторов Ельцинского призыва. Правительство Гайдара, к нашему сожалению, оно работало исключительно под диктовку. Все приватизационные схемы, которые разработаны у нас в Российской Федерации, они создавались американскими специалистами. Особенно много их было в госком имуществе у Анатолия Чубайса. Сменивший в конце 1994 года Чубайса на этом посту Владимир Поливанов вспоминал. Подняв документы, я с ужасом обнаружил, что целый ряд крупнейших предприятий ВПК был скуплен иностранцами за бесценок. Заводы ИКБ, выпускавшие софсекретную продукцию, просто вышли из-под нашего контроля. Кстати, своим первым распоряжением Поливанов отобрал пропуска на вход в здание госком имущества у 32 работавших там иностранных советников. Не мудрено, что на своем посту сменщик Чубайса проработал меньше трех месяцев. Два человека, которые консультировали Чубайса, они потом скромненько, среди прочего, приватизировали практически за бесплатно несколько скважин в Западной Сибири и основали нефтяную компанию. Которую потом за большие-большие деньги продалась обратно российской нефтяной компанией. Как вы думаете, консультируя Чубайса по вопросам приватизации и приватизировать тут же в рамках этой же приватизации нефтяной скважины, это коррупция или нет? В любой развитой стране это коррупция. А в 2004 году в США судили двух экономистов. Эндрю Шлейфера и Джонатана Хэя. За то, что они незаконно использовали информацию, полученную при оказании консультационных услуг российскому правительству в середине 90-х годов. При подготовке программы приватизации эти сотрудники Гарвардского института международного развития использовали данные о готовящихся решениях для игры на российском рынке ГКО. И имели с этого неплохие барыши. Справедливый американский суд приговорил обоих мошенников к денежному штрафу. Но главный совет, который давали российским реформаторам американские эксперты, в целях продвижения реформ задействовать личную инициативу граждан и в первую очередь бюрократии был усвоен. Нужно было создать слой людей, которые будут обогащаться за счет реформ, за счет либеральных реформ. А делать это быстро без коррупции невозможно. Ну общая идея была такая, заменить в сознании советских людей бывших мотив права мотивом личной выгоды. Со временем рыночные, а фактически коррупционные отношения были перенесены и в политическую сферу. Интересно, что с таким диагнозом согласны и некоторые российские либералы. Бацилла политической коррупции была занесена в российский политический организм в парламентско-президентском цикле 1995-96 годов, уверен депутат Госдумы первого созыва от Гайдаровского выбора России, ныне директор Института проблем либерального развития Юлий Несневич. Произошло это, если не с легкой руки, то уж точно с молчаливого согласия администрации Клинтона. На президентских выборах 1996 года США сделали ставку на непопулярного Ельцина. Вашингтон закрывал глаза на то, что активисты избирательного штаба друга Бориса решали задачу переизбрания любой ценой. И хотя штабисты таскали наличные деньги коробками, коррупцией на Западе это никто не считал. Американцев тем более не пугали те деньги сумасшедшие, которые были вложены. Пресловутые коробки с ксероксом лишь раз подчеркивают, что шло наличными очень много. И это же тоже, в общем, та самая политическая коррупция, которая, к сожалению, разъедает страну очень серьезным образом. Ельцин шел на выборы при поддержке американцев и Запада в целом. Реально, чтобы там не пищали российские пиарщики, российские менеджеры. И это были американские пиар-технологии, и в значительной степени это было западное финансирование. А потом был дефолт 1998 года. И чудесным образом пропавшие 4,8 миллиарда долларов, выделенных МВФ, правительству России, на стабилизацию экономической ситуации. По одной из версий, деньги так и не дошли до страны. Растаев, к обоюдному удовольствию некоторых российских реформаторов и их американских коллег, где-то на подходе. В 1999 году вспыхнул громкий скандал вокруг Банка в Нью-Йорк. Началось все сообщение американских СМИ о том, что русской мафии в этом банке были отмыты 10 миллиардов долларов. Тогда же было выдвинуто предположение, что на счетах в банке оказалась и часть кредитов, выделенных МВФ, правительству России. А среди подозреваемых назывались весьма известные в России фигуры. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что большая часть средств, прошедших через Банков Нью-Йорк, составляли средства, сокрытые российскими импортерами от российских таможенных и налоговых органов. По данным Федеральной таможенной службы России, в 1996-1999 годах Банков Нью-Йорк организовал схему легализации денежных средств, полученных за товары, экспортируемые в Россию. В результате ущерб, нанесенный российскому бюджету, составил почти 25 миллиардов долларов. В общем, понятно, почему в 90-е годы тема российской коррупции интересовала Соединенные Штаты гораздо меньше, чем сейчас. К тому же Ельцинская Россия была куда более сговорчивой, чем путинская. Как писала британская Guardian, если бы Ельцин, успешно свергнув коммунистический режим, вместо алкогольного хаоса и бессилия, воздвиг на его руинах сильную Россию, которая отстаивала бы собственные интересы и была влиятельной силой на мировой арене, его репутация на Западе была бы совсем иной, и его ненавидели бы почти так же сильно, как Путина. И к этому вряд ли следует что-то добавить. Владимир Рудаков, Алексей Емщиков, Геннадий Кузнецов. Аналитическая программа «Постскриптум».